Звучит музыка Ожесточенные бои шли здесь долгие 4 года. Бились за каждый метр. Сотни тысяч воинов полегли на этих высотах. Точную цифру даже установить невозможно. А поиски, раскопки продолжаются по сегодняшний день. Плечом к плечу на этих высотах сражались все народы Советского Союза. Проливали кровь русские и белорусы, украинцы и грузины, якуты и немцы. Сто шестьдесят наших земляков погибло и пропало без вести на Синяевских высотах. Семь из них покоятся на этом мемориале. После торжественного открытия Юрий Бездудный встретился с членами землячества Неницкого округа «Нятва» и студенческим сообществом. Главными вопросами, которые обсуждались на первой очной встрече, стало строительство дороги на Ридмарусинск и трудоустройство молодежи в Неницком округе. Землячество объединяет неравнодушных людей, которые живут в Санкт-Петербурге, но душой они всегда с нашим округом. Поэтому обсуждали самые разные вопросы, начиная от обмеления Печоры и углубления дна реки и заканчивая строительством дороги на Усинск. Естественно, наши земляки, которые сейчас живут в Санкт-Петербурге, они переживают за округ, они просто живут теми проблемами, которые сегодня есть у округа. Кроме этого, обсуждали издание книги воспоминаний наших земляков. Тоже очень интересный проект. Но в целом у нас очень тесные связи с землячеством, и они не ограничиваются этой одной встречей и чайпитиями. Юрий Бездудный отметил, что задача окруженных властей сделать так, чтобы молодые специалисты, закончив школу в округе и отучившись в хороших вузах страны, вернулись в регион и весь свой потенциал направили на развитие и совершенствование округа. В завершении встречи в Рио губернатора поблагодарил всех за душевный диалог.